Здарова народ, никто не ожидал, но это случилось, наконец-то. Именно на этой неделе можно вернуться в Red Dead Online. Для чего? Смотрите в этом ролике, я расскажу подробнее про скидки и акции, бонусы этой недели, целая куча новостей, возможный ремастер RDF 1 и многое-многое другое. Более того, хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам, Иван, Next64Rus, Виктор Попов, Алексей Котов, ну и конечно же Вовка СПБ. Спасибо огромное, что поддерживаете канал Чеканной Монеты. С вами Готика, с вами Сократ, погнали! Начнем по традиции, как всегда, с онлайном. Максимально в пике 25 тысяч человек, судя по стиму. Это в принципе, что из прошлого и позапрошлой неделей, ничего особенно конкретного. Но на этой неделе просто бешеные скидки и бонусы в Red Dead Online. Вы не поверите, мне кажется, что это отличный способ вытрясти все деньги и все золото от игроков для того, чтобы заинтересовать их впоследствии к фарму по новой. А для чего? Правильно, для грядущего большого обновления. Вот то, что сейчас происходит в Red Dead Online, мне кажется офигенным звоночком к мысли о том, что в июле нас ждет крупное обновление, как я и говорил ранее. И тут самое важное, самое важное, что действительно все бонусы и все скидки, все, которые возможны, смешали в одну большую кучу. Более того, вернули все одежды старой и заграниченной серии за одну неделю. Не по чуть-чуть, не по одной-две шапочки, а сразу все. Что же ждет нас на этой неделе? Скидка 5 золотых слитков на роль охотника за головами. Это отличный способ начать фармить золото. Вместо 15 слитков потратите всего 10 и получите эту роль. 10 золотых слитков можно получить за двойную аутификацию, то есть привязать телефон к социал-клабу и вы получите 10 золотых слитков. Также 5 золотых слитков на хижину самогонщика. На 30% больше денег за продажу самогона. Крепкий самогон плюс особый рецепт дает вам на выходе 321 доллар 75 центов, а было 247. Костюмы из ограниченной серии. Тасманец для мужских персонажей 16 золота и Дунай для женских персонажей 15 золота. Шляпа из ограниченной серии. Шляпа Бутелл 187 долларов. Казацкая шляпа 147 долларов. Шляпа Ковингтон 5 золота. Шляпа Дилахей 4 золота. Цилиндр труба с перьями 133 доллара. Шляпа Фалвелл 150 долларов. Шляпа Гардения 6 золота. Шляпа из Аллигатора 158 долларов 75 центов. Шляпа Листер 156 долларов. Шляпа Монтека 141 доллар 25 центов. Шляпа Менаска 154 доллара 25 центов. Шляпа Аванжила 119 долларов 50 центов. Клечетая кепка 59 долларов 25 центов. Шапка из Енота. Из Енотика. Ту шапку, которая дают за двойную амортификацию белого цвета. Но сейчас абсолютно разных раскрасок 151 доллар 50 центов. Маленький цилиндр 3 золота. Пальто куртки Пончо из ограниченной серии. Куртка Бен Боу 72 доллара. Куртка Портер 83 доллара. Зимнее пальто Стрелка 133 доллара. Утреннее пальто. Это именно то пальто, которое было из самого первого модного приговора. И то пальто, которое использует Готика Банда в своем стиле. Это красно-черный вариант. Стоит 87 долларов 75 центов. Пальто Ирвин 131 доллара. Куртка Чара 148 долларов. Пальто Эберхарт 8 золота. Куртка Макбей 11 золота. Куртка Левит 7 золота. Пончо Приетто 6 золота. Сапоги Заграниченной серии. Сапоги Стрикла 3 золота. Сапоги Колхут 94 доллара. Сапоги Солтер 117 долларов. Вязаные чулки 2 золота. Ботинки на шнурках. Только для женских персонажей 90 долларов. Штаны Корвера 57 долларов 50 центов. Штаны Конча 41 доллара. Подвязанные штаны 42 доллара. Подвязанная юбка для женских персонажей 2 золота. Жилет Кардоса 4 золота. Жилет Моралес 157 долларов. Жилет Ортега 131 доллар. Корсет Чемберлис. Только для женского персонажа 7 золота. Чапсы из ограниченной серии. Именно Гриффит 52 доллара. И Шафер 59 долларов. Получапсы из шкуры 4 золота. Перчатки из ограниченной серии. Перчатка Вудлен 4 золота. Меховые перчатки 78 долларов. Бандана Сузора. Шпоры Вакера Барокко 69 долларов. Оружейник. Двойной пандертаж Карбо 18 золота. Скидки на контент роли самогонщика. Костюм Вилкс Бора 354 долларов. Костюм Питтсбург 290 долларов. Костюм Дагенхарт 226 долларов. Костюм Готлинберг 162 доллара. Реакция Похмелья 195 долларов. Оруженный пояс Леванс 139 долларов. Кабура Леванс 97 долларов. Лошади породы Нарфольский Рысак от 97 долларов до 617 долларов. Скидки на контент роли охотника за головами. Тюремный фургон 568 долларов. Костюм Карфаген. Костюм Гарвуд. Костюм Буллард. Костюм Вакини. Это все со скидками. Насмешка Я слежу за тобой. Оружейный пояс Герера. Кабура Герера. Улучшенное лассо. Бола. Лошади породы Бретонская. Скидки у Цирюльника. Мужская прическа. Женская прическа. Борода и усы для мужских персонажей Граф. Скидка на походные припасы лагерь Крипса. Тема лагеря Охотник за головами. 455 долларов. Скидки у оружейников. Вариант оружия Револьверт Шофелда. Охотник за головами. Вариант оружия Болтовая винтовка. Охотник за головами. Вариант оружия Дробовик обрез Самогонщик. Самогонщик. Оружейный пояс Леванск. Как я уже до этого и говорил. Скидки у Мадам Назар. Вернулись абсолютно все маски. По 150 долларов каждый. Пряжка Дэ Роу. Пряжка Гадюка. Монокль. Повязка. Перчатки Хольм. Перчатки без промаха. Фляжка. Цилиндр Стюарт. Кольцо. Скидки у Магазины Самогонщиков. Горючий Самогон. 13 долларов. А было 20. Рецепт Ядовитого Самогона. 325 долларов. А было 500. Напомню так. Расширение для Хижины Самогонщиков. Бары Музыканты. Улучшенное оборудование для Хижины Самогонщиков. Конденсатор и медный дистиллятор. Скидка у Скупчика. Горючий Самогон. Болоб. Прошу. Расследящая стрела. Скидки на седло Иверс. Дельгада. И также дополнительно. Порода Бретонская. Нарфольский Рысак. Как я уже говорил. Самая крутая лошадь у Нарфольского Рысака. Это Буланная в Яблоках. 617. Стальная у Бретонской. 617. Также доллара. Экзотические предметы Мадам Назар на этой неделе. Стоимость 65 долларов. Стоимость коллекции. Это Яйцо Гагары. Магония и Яйцо Колпицы. Вот собственно все скидки. То есть они вводят нам скидку Охотника за головами. Как для того, чтобы мы могли фармить золото для новичков. И скидка Самогонщика для тех, кто мало ли не успел докачать. Пропустил. Только-только начал. Уже в середине этапа игры. И ему не хватает золота. Собственно делают все для того, чтобы вы как можно быстрее прокачались и добились. На этой неделе реально можно зайти в игру и скупить все, что вы не купили. Или за этот год. С выхода РД-3. Ну, чуть больше. Чуть меньше года. Вот. Поэтому зовите друзей. Погнали. Дополнительно, также радуйтесь, поборники справедливости. Денежные выплаты за поимку преступников, в том числе легендарных, также увеличены на 50%. Кроме того, за задание события свободного режима для Охотника за головами вы будете получать вдвое больше опыта роли. Лицензия Охотника, как я и говорил, скидка 5 золотых слитков. А еще скидка 35% на все товары для Охотника за головами. Также награды Twitch Prime на этой неделе изменились. Иссвяжите свои социал-клапы Twitch Prime и получите премию в размере 1000 долларов Red Dead Online. Скидка 5 золотых на мясницкий стол. Крипса – это роль торговца. Награда 6000 очков опыта торговца. Предложение скидка 40% на лошадь, 40% на стоило и скидка 40% на дробовик. 50 патронов с зажигательной кортечью для дробовика. Студио Rockstar India может заниматься работой над ремейком оригинальной Red Dead Redemption. Не так давно на сайте Glassdoor появилась рецензия на Rockstar Games, якобы от одного из сотрудников индийского подразделения компании Rockstar India. За такую интересную находку ответственный твиттер-пользователь под ником Vermont. Занятный обзор, сведения из которого чуть ли не полностью сходятся с утечкой сайта 4chan, появившийся на Red Dead где-то недели две назад, я рассказывал это на прошлой новости недели, в том, разумеется, уже удаленном посте утверждалось, что ремейк RDR1 ответственна студия Rockstar India, и что проект находится на поздних стадиях разработки. К сожалению, подобным рецензиям на сайте Glassdoor никем не проверяются, и поэтому данная рецензия может являться самым обычным вбросом. Впрочем, было бы здорово, если бы Rockstar Games действительно занималась ремейком Red Dead Redemption на движке Red Dead Redemption 2, и это способствовало бы увеличению контента в Red Dead Online, таким как, например, Мексика. Новость, конечно, не про Red Dead Online, а про GTA, но из этого стоит делать выводы и для фанатов Red Dead Redemption. Экс-продюсер Rockstar раскрыл, почему для PS5 анонсировали именно GTA 5, а не GTA 6. Ливенштайн обратился к фанатам серии, которые часто задают разработчику вопросы, почему Rockstar не торопится с релизом GTA 6. Бывший сотрудник Rockstar San Diego рассказал, что игра еще попросту не готова. Он также добавил, что GTA 5 по-прежнему приносит большую прибыль, и ее релиз на PS5 и Xbox серию X также сможет принести так-то денег, а тем временем большая часть Rockstar будет продолжать разрабатывать GTA 6. Прямая цитата. «Так как я раньше работал в Rockstar, многие интересуются, почему на презентации PlayStation 5 анонсировали улучшенную версию GTA 5, а не GTA 6. Все банально. Зарелизить новую масштабную игру на новых консолях, да еще к их запуску, дело не самое простое. На разработку нужно больше времени. Дешевле и легче обновить существующую игру. GTA 6 пока просто не готова. А переиздание GTA 5 принесет еще денег, которые потратят на дальнейшую разработку серии». Конец цитаты. В GTA Online студия добавит дополнительные игровые материалы. И как я уже говорил, с выходом новых консолей у разработчиков откроются руки для создания действительно полномасштабных обновлений для Red Dead Redemption, так как нам уже говорили из Take-Two, что они готовы развивать сразу обе франшизы, и Red Dead Redemption, и GTA. Поэтому не стоит забывать, что у Red Dead Online есть потенциально в перспективе прекрасное будущее уже на консолях нового поколения, так как было из GTA с выходом PS4 в моменте, когда было PS3. Полтора года в GTA Online не было крупных обновлений. Вышло PS4, пошло супер обновление. Здесь примерно история, я думаю, будет абсолютно такая же. Ну посмотрим, что там будет. А с вами была Готика, с вами был Сократ. Удачи!